Специальным прибором измеряют коэффициент дневного световозвращения. Все показатели разметки в норме. Сегодня на участке трассы с 27 по 37 километр Пермь-Березники проходит приемка выполненных работ. Объект сдается раньше срока. Он отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Представители Министерства транспорта, подрядчика и общественной палаты тщательно проверяют документацию и результаты работы. Первая задача была избавиться от колейности, так как объект был сделан более 10 лет назад. В связи с высокой интенсивностью графика движения была колейность. И эта задача выполнена. Для устранения колеи старое покрытие фрезеровали, ликвидировали яму, выровняли поверхность и уложили новое покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 сантиметров. Для более износа стойкости был применен новый тип асфальтобетона, щема 16, по новому госту. Данный тип асфальта более устойчив к истиранию и подвержен менее колеи образования. Ремонт трассы Пермь-Березняки поэтапно идет с прошлого года. В 2020-м обновили участок трассы от остановки Пальники до поселка Лунный. В этом участок со 106-го километра до 108-го. До конца года дорога обновится еще со 157-го до 165-го километра. Ремонт также выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году будет ремонтировано более 36 километров региональных трасс. Более того, объекты 2022 года уже законтрактованы, и часть будет выполнена уже в этом году. Это порядка 15 объектов региональных трасс протяженностью 65 километров. На сегодня ремонт дорог в Пермском крае идет опережающими темпами. Сроки и качество работ регулярно контролирует губернатор края Дмитрий Махонин, который поставил задачу выполнить все показатели по нацпроекту на 100%. Технологичность и высокий стандарт качества от ремонтированного участка трассы Пермь-Березняки высоко оценивают жители, которые видят положительные изменения здесь и сейчас. Хорошо сделали дорогу. Разметку вовремя положили. Все отлично. Всегда бы так дороги у нас строили в России. Юлия Рожкова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Субтитры создавал DimaTorzok